Привет, Казнет, привет, Казнет, все, выключай. Поэтому мы сразу спросим у них, что для них интересного произошло на этой неделе. Поехали. Что интересного произошло в интернете? Ой, в Казнете, да, сори, путаю понятия эти, как глупый журналист. Я вот всю эту неделю не следила за такими какими-то веселыми моментами, поэтому я не знаю, с кем там срется Еликбаев, с кем какой-то певец, там, Ксенон его все заставляла выть, вот, Кайрат Нуртас, я даже не знаю, что он поет. Поэтому за всем этим я не слежу. На этой неделе я, конечно же, следила за ситуацией вокруг оппозиционных СМИ, закрытия оппозиционных СМИ, потому что сама являюсь представителем одного из таких, одного из таких видеопорталов станки из-за рекламы. Вот. И мне очень приятно на самом деле, что если в первые дни многие друзья, журналисты, блогеры очень ехидно отзывались обо всем этом, там, звоняя и говоря мне, ну, ты еще не бедствуешь, вас еще не закрыли, ну, я думала, ты уже попрошайничаешь. То вот на этой неделе очень многие поддержали, в Твиттере очень многие пишут, что там, типа, руки прочь от независимых СМИ и все прочее. Понятно, что это не поможет, но сама поддержка, она очень приятная. Я хочу сказать спасибо всем большое, блогерам, журналистам, ну, и, конечно, блин, держитесь, ребята, из республики, из взгляда и со станки ТВ тоже, со станки ИЗ. На этой неделе я активно интересовалась информационными региональными сайтами. Мне кажется, это хороший ресурс, где можно было бы узнать много всего полезного, интересного, но, к сожалению, у нас их очень мало. Это Lada.KZ, Octao, это Rar.KZ, Шумкента, и это UK-News с Суискомногорска. Это три самых таких, можно сказать, масштабных сайтов, где предоставляют хорошую информацию о том, что происходит в регионах. Но так как у нас очень большая земля, большая страна, хочется знать больше, хочется, чтобы таких региональных информационных сайтов тоже стало больше. Да, но на этой неделе Казнат был, как всегда, жив, он сжег. Что я могу вспомнить? Ну, на этой неделе, конечно, абсолютно апокалиптический снег дал нам массу тем для разговоров, для блогинга, для троллинга. Мало того, еще так удивительно совпало, что вот этот снег, на самом деле, редкостный, я, например, такой не помню в Алма-Ате, он попал один день с выставкой снега, который «Леша снег», и поэтому люди умные и остроумные смогли на эту тему пошутить о том, что выставка снега была, конечно, супер. Вот. Потом началась так, премия-выбор «Человек года», где есть номинация под группу «Блогер года». В общем, на самом деле, это интересно. Лично я проголосовал за «Славу Неруши», потому что он платит больше. Что еще? А, да, пришло абсолютно удивительное, классное мероприятие «Эверт-2012», который, по мнению многих критиков и экспертов, оказался лучшим за всю историю мира. И говорят, что ведущие были, конечно, ведущие, извиняюсь, ведущие были просто на разрыв. И, в общем, это очень сильно, ну, мне кажется, это было действительно хорошее мероприятие, оно имело шумное обсуждение в казнете. У нас на этой неделе, ну, в первую очередь, конечно, запомнился всем «Эверт», который закончился, на самом деле, на той неделе, но, на самом деле, он все еще продолжается. После «Эверта» было очень много встреч, потому что обычно такие события, они как-то будоражат народ. И что очень интересно, вот я сейчас так проанализирую, у меня на этой неделе было три встречи с инвесторскими группами. То есть люди, в стране есть деньги, но люди совсем не понимают, куда их вкладывать. Причем те люди, кто приходили, чтобы пообщаться, они абсолютно ничего не понимают в IT, ничего не понимают в интернете, у них просто есть деньги. И они думают, ну, помогите, куда что вложить. То есть это сейчас тренд очень такой, очень интересный. Из всех ресурсов в казнете, которые я мог бы порекомендовать пользователям, я бы хотел отметить информационные ресурсы, такие как Tengrenews и B-News. То есть это те ресурсы, которые предоставляют оперативную информацию пользователям казнета, и люди могут узнать каждую секунду, что происходит в Казахстане и, в принципе, в мире. Из развлекательных ресурсов я бы посоветовал U-Vision KZ, если это нужно назвать развлекательным ресурсом, потому что материалы постов самого различного характера, начиная от политики и заканчивая как бы развлечениями. Новый блок-платформы Gonzo KZ, я бы хотел отметить. Новая блок-платформа, которая включила в себя самых лучших блогеров Казахстана, которые пишут интересные материалы и которых очень приятно читать и интересно. На этой неделе ко мне пришло озарение, что с моим рынок сдувается. Я считаю, что сейчас основным трендом маркетинга на самом деле является не повсеместное и поголовное обучение представлению брендов в сэшоу медиа, а, наверное, поиск новых путей в представлении, поиск креатива, поиск чего-то вообще не стандарта. Мне кажется, что будущее за приложениями, будущее за разработками, на самом деле за веб-разработками, потому что можно очень долго пиарить какие-то пироговые, но если у меня есть приложение, которое позволит мне по фейсбуке, не выходя из соцсети, купить пирог, здесь сейчас, увидеть его на картинке, почувствовать аромат и купить, то, естественно, это будет работать гораздо лучше. Мне кажется, что нужно развивать интернет-магазины, и поэтому вообще все социал-медиа агентства, на мой взгляд, должны перестроиться на собственный внутренний проект, чтобы на самом деле, что, собственно, сделало мое агентство. А ты что пишешь? Это вот так вот так. Зачем? Там камера стоит. Конечно, я знаю, что там камера. Это был спецвыпуск программы «За Казнет». Делитесь своими новостями, отправляйте их на мой Gmail. Всем спасибо. С вами была Бакуина. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...